Добрый день, дорогие зрители и гости моего канала! С вами Виктория Снежная. И это у нас вдохновение за июль. Новая рубрика на моём канале. Что-то наподобие фаворитов. Поехали! На улице сейчас жара несусветная, дома духотища, окна открытые не помогают, спасает только вентилятор. Поэтому приходится снимать в купальнике. Так что не смущайтесь, может быть, это даже войдёт в традицию, и зимой мы тоже будем снимать с вами видео в купальнике. Как это ни странно, первыми тремя вещами, которые вдохновляли в этом месяце, были термосы. Вообще их должно быть два, но, как видите, три. Сейчас расскажу, что и как. Муж очень давно хотел термос с собой на работу, потому что кофе, чай, там это всё на работе наводить неудобно, хотел с собой. И, наконец-таки, я приобрела для него термос, покупала в экспедиции термос Carrea Blackstone. У него такой, знаете, ну не то чтобы прорезиненный корпус, но что-то близко к этому. Он стильно выглядит, прям так по-мужски, брутально. Я выбирала ещё в другом магазине, но там мне не понравился ни продавец, ни сам термос. Так что остановилась вот на таком вот варианте. Он на 750 мл и отлично держит воду. Ну, тепло-то само собой, но и воду тоже держит прекрасно, ничего не проливается. И крышечку термоса можно использовать как стаканчик. Для себя же я выбрала термосы от магазина Santora, ссылочка будет внизу в описании. С девочкой Gorgeous, что-то типа такого. Но, почему их два? Потому что первый термос, который я заказала, пришёл из-за почты России в ужасном состоянии. Он весь расхлябанный, он не очень хорошо вот здесь вот держится. Он не пропускает воду, но крышечка закручивается не до конца. То есть, как это работает, я не знаю. Но вода не вытекает, но в то же время и плотно не сидит крышка. Он покоцанный, потому что пришёл без пупырки, ну и так далее. Я написала в магазин, что, ну, ребят, я понимаю, что вина не ваша, косяк почты России, ну, обидно как бы. Ну, и плюс, кстати, здесь вот была сорванная этикетка. Вот, то есть, ты такой получаешь свой термос, который, ну, и стоит так довольно-таки приличный для 700 мл-то. Или он даже на 0,5, честно говоря, не помню. 0,5, по-моему. И хочется, чтобы он выглядел, ну, как минимум, идеально. А он не выглядит идеально. И я так в расстройствах-то писала, что, ну, ё-моё, там, блин, ну, можно с этим что-нибудь сделать? Ну, и ребята, недолго думая, взяли и выслали второй такой термос. На этот раз он был завёрнут в пупырку. Так что, пришёл в идеальном состоянии, нигде ничего не расхлябанное, всё плотненько прилегает, крышечка сидит просто отлично. Никаких царапин, сколов, там, не знаю, вот эта вот резиночка непомятая, наклеечка сзади целая. То есть, вот, действительно, ты понимаешь, что прям вот, ну, от души, от души термос-то дошёл. Вот, и воду не пропускает так же, вот, держит тепло. Так что, сейчас я пока сама его не раздолбаю. Вот, отличный термос. Вот, дальше, когда будут уже более прохладные времена, мне кажется, это будет просто вещь номер один. Но делюсь с вами ей сейчас, потому что, наконец-таки, вся балалайка с термосами кончилась. И вот, пожалуйста. Тема также каких-то непроливаемых вещей. Хочу показать вам вот этот стакан из FixPrice. Вы его видели в видео покупки из FixPrice. Это просто незаменимая вещь, как оказалось. Муж постоянно носится по дому с этими стаканами. Он охлаждает, он отжал и мой стакан, он охлаждает водичку, либо водичку с чем-то. И потом сидит за компом и цедит её отсюда. Он не проливается. Вот у меня спрашивали, кстати, вот многие девочки, вообще стакан проливается, не проливается. Потому что мнения разные. У этих же девочек, у кого-то он льётся безбожно, у кого-то всё нормально. Вот я отношусь к тому, у кого всё нормально. Я проверила два стакана, наполнила их водой, перевернула, и ничего не полилось, и потрясла, и тоже ничего не вылилось. У меня они плотные. Вот, здесь есть вот такая вот штука для того, чтобы пить. И внутри стоит шейкер и также ограничитель, чтобы вы могли что-то с чем-то перемешивать. Давайте поговорим с вами немного о косметике. Косметике. Кы-кы-кы-косметике. Ладно. Средство номер один, которое просто стало незаменимым в этот жаркий июль, это Airstream от Faberlic. Легендарный кислород охлаждающий спрей. Вот его наношу на всё. Руки, ноги, тело, лицо. Я не знаю, там всё, что можно. На котов, в конце концов. Им, правда, это не очень нравится. Штука отличная. Вообще любой подобный охлаждающий спрей, там, ну, от Faberlic, не от Faberlic, неважно. Мне кажется, незаменимая вещь в такой вот жаркий месяц. И без неё никуда, боже мой. Я когда его вижу, мне прям хочется. Он не портит ваш макияж, не обладает каким-то сильным запахом. Правда, на вкус немножко горьковатый. Но в то же время немножко вас охлаждает и чувствуете вы себя полегче всё-таки. Духи. Духи у меня в этом месяце. Это Escada Touch Sunset. Я когда-то уже очень-очень давно вам о них рассказывала. Ничего не поменялось, как бы. Они до сих пор со мной, они у меня есть. Пользуются по чуть-чуть, потому что всё-таки слишком летний. Вкусный ананасовый запах, запах, аромат. Так, наверное, правильнее будет. И держится, ну, часа три, максимум четыре. Потому что всё-таки компотик от Escada. И Escada держится недолго по определению. Для губ был выбран вот такой вот карандашик от Faberlico. Мне очень нравится, что, по сути, это помада, но которая очень удобна в своём применении. Потому что и корпус удобный, и выкручивающаяся сама помада есть. Крутите вот за эту часть карандашика. И цвет отличный, нюдовый. Мне кажется, что вот, чтобы придать самый естественный макияж, вот оно просто незаменимо. И для губ также было средство. Это яйцо от Faberlico. Вот такое вот зелёное. Бальзам для губ простой. Ну, он как бы с яблочным запахом, цвет прозрачный. Так что, да, мне нравится. Следующая вещь, которая просто оказалась сподручной и незаменимой, это вот эти тарелки-ананасы. Именно из-за их вытянутой формы. Потому что, накладывая на них те же, например, пельмени, ты берёшь тарелку, накладываешь пельмеши и накладываешь их на одну сторону тарелки, чтобы низ у тебя не прогревался. То есть, здесь ты держишь нормальную по температуре тарелку, сюда выкладываешь пельмешки и ты не обжигаешься. Это просто, это скилл. Ну и плюс скилл, скилл. И плюс это ананас. Также из чудо-вещей. Это мой рюкзак, который я ношу очень активный и бодрый. Я его обожаю. Он мне очень нравится. Покупался в Зендене. Стоил 2,5 тысячи. Он очень-очень удобный, классный. И вмещает в себя всё необходимое мне по работе. Это и документы формата А4, и халат, и фотоаппарат. Ну и плюс всякая мелочёвка в виде паспорта и документов. Ну и здесь есть вот такой помпончик. Следующая вещь, которую я вам покажу, она немного странная. Это система хранения. Вот такая вот система хранения. Я вам показывала её в одном из влогов. И сейчас она активно уже прижилась в нашем доме. Она очень тяжёлая, так как забита всем, чем можно. Мы её повесили на вешалку, вешалку на стену. Потому что просто так её повесить на стену для нас сейчас проблематично. Очень удобно. Собирает в себя все мелкие шарфы, очки, там, не знаю, одежду для котов. И в то же время в однокомнатной квартире, тем более съёмной, занимает очень мало места. Вот так вот, ребят. Ссылка внизу в описании. Давайте теперь пройдёмся с вами немножко по книжным каким-то моментам. Книга месяца — это правила фотографий и как их нарушать. Вот так вот она выглядит. Автор Хайе Ян Камс. Построена на том, что даётся правило, например, не заваливать горизонт. И написаны примеры, как, наоборот, заваливание горизонта будет лучше для каких-то художественных моментов. И так прям по всем, по всем, по всем пунктам фотографий. Книга стоила тысячу рублей, покупалась в Читай-городе. Ну а блокнотная душа использовала в этом месяце вот такой блокнотик для личного дневника. Правда, всё равно не превратился какой-то дневник плаща, но тем не менее. И для своих порисуек вот этот вот скетчбук формата А4 теперь-таки нашёл своё применение. Вот, что-то у меня вдавилось в рисовании. Как я поняла, мне очень нравится рисовать буашью. Поэтому рисую, рисую, чуть-чуть, потихоньку, но рисую. Простите, пожалуйста, за голоса детей на заднем фоне, потому что у меня окна выходят прямо на детский садик, и сейчас у всех прогулка. Так вот, коврик Прономат Эко. Внутри наполнение кокосовое волокно, а сверху стопроцентный хлопок. У меня он голубенький, сзади вот такой вот лотос. Да? Да. Вот, на нём лотосы из очень качественного пластика, 221 штука. На каждом лотосе, ну, штук 10-то точно есть пупырок, а так вообще не знаю. И он, конечно, просто он божественный. Я на него ложусь и спиной, и ногами, и руками, и всем, чем можно, и мне очень-очень всё нравится. Просто такое чудо, ребята. От души рекомендую, если у вас после работы всё устает, не знаю, там, вы мучаетесь болями во всех этих местах, вот эти вот штуки, это просто... Я люблю его, я буквально с ним сплю. Спасибо большое за просмотр, надеюсь, это видео было в вдохновляющей интересной полезности. Если тебе понравилась эта рубрика, став свой пальчик вверх, я буду знать, что она имеет место быть, и её стоит снимать в остальных месяцах. До новых встреч! На канал не забудь подписаться. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!